Эфир программы «Утро на СТС» в 2017 году освещали не только лучи восходящего солнца, но и сияющие звезды, как отечественного шоу-бизнеса, так и зарубежного. Учитывая, что наше время ограничено, расскажем лишь о некоторых, впечатливших нашу команду и, конечно же, зрителей. Визит этой певицы стал без преувеличения событием для нашей страны. Перевезя с собой целый оркестр, Светлана Сурганова осталась в восторге от молдавской аудитории. Отпустить пустыми руками артистку наши ведущие просто не могли. Мы думали, что бы вам вручить. Ну, цветы, да, казалось бы, очевидно. Но цветов у вас много. Да, композиция, поэтому и говорю, что перейдем. Поэтому, я надеюсь, сейчас нам помогут наши товарищи, которые на площадке. Мы хотим вам вручить тоже букет, но очень характерный для нашей молдавы. Это здесь мы собрали все наши местные фрукты. Он тяжеленький. Здесь все мед, вино. Вот это красота. Да, это такое характеристие. Спасибо. Ну, знаете, как то, что вы сейчас учите, чай не химия какая, чай природный дары. Спасибо огромное. Шикарно. Вот довести бы. Память о Молдове. Можно запробовать сегодня, находясь в Молдове? Угощайтесь. Наша студия стала в 2017 году в некотором смысле звездной цитаделью. В отличие от Светланы Сургановой, не поющей, однако от этого не менее долгожданный доктор Комаровский также побывал в нашем утреннем эфире. Как только приходит отопительный сезон, первое, что мы делаем, закрываем окна и появляется система отопления. Любая система отопления высушивает воздух и высушивает слизистые оболочки. Плюс нарушается воздухообмен и концентрация вируса в воздухе, естественно, увеличивается. То есть отопительный сезон должен начинаться не только с включения обогревателей, но и с параллельного включения увлажнителей воздуха, с тем, чтобы регулярно увлажнять слизистые оболочки носа, проветривать помещение. И тогда, может быть, нам удастся избежать вирусов. От темы детского здоровья к современной науке об интимной жизни. Посетив Молдову, известный сексолог Александр Полеев подошел к все еще запретной в нашей стране теме с чувством, толком и расстановкой. Особенность сексологии и сексуальной сферы, что в ней причудливо довольно переплетаются психология и физиология. С одной стороны, влечение, какие-то сексуальные предпочтения, они у нас в голове. С другой стороны, если вы помните, сексуальная жизнь осуществляется определенными органами. Продолжила темы для взрослых, пожалуй, самая знаменитая сваха на постсоветском пространстве Роза Сибитова. Девочки, не надо стараться быть исключением. Правда. Вы закономерность. Поэтому наша задача, как моя бабуля говорила, без мужчин жить невозможно, а с любым трудно. Значит, надо выбрать мужчину с недостатками поменьше, того, кого потянешь. Мотивировать его, чтобы он предложил тебе замуж. Попросил у тебя детей только в этой последовательности. Такая непростая. Да, и потом с ним учиться жить. И при этой сложной достаточно жизни, потому что вы же нам эти сложности и создаете. Но мы, женщины, способны делать себя счастливой. А когда, как говорится, звезда не идет в студию, корреспондент идет в гримерку к звезде. На этот раз речь идет о легенде современного балета, чья карьера началась именно в нашей стране. Борис Эйфман поделился, что возвращаться в Кишинев всегда приятно. Ну, вы знаете, я вот только приехал, и когда ехал с аэропорта в гостиницу, я увидел, что, конечно, город изменился. Изменился в лучшую сторону. Он изменился, он стал более, я бы сказал, современным. Понимаете, с одной стороны, он стал более современным и униформистским, а с другой стороны, потеряна была какая-то, наверное, уже потеряна какая-то та историческая, исторический образ Кишинева, который я еще застал. Это старые особняки. Он такой был, знаете, он был, так сказать, одноэтажный, двухэтажный такой Кишинев. Удавалось перехватить знаменитости и сразу после приземления. Несмотря на усталость, Горан Брегович ответил на все наши вопросы и с удовольствием сфотографировался со съемочной группой. Когда я оглядываюсь в прошлое, то не думаю, что многое изменил в стиле своей музыки. Я был величайшей рок-звездой своей страны, когда был молод. Но мой рок-н-ролл создавался под влиянием традиционной музыки. Все, что я изменил сегодня, это лишь одежду. Моя музыка больше не одета в рок-н-ролл. Сейчас она выглядит соответствующей современным требованиям. Это можно сравнить со взрослением. С возрастом ты меняешь подгузники на штаны. Совсем уж недавней звездой, попавшей в наши телевещательные сети, стала американская певица Эл Пи. Открытая и дружелюбная она покорила сердца молдавских зрителей. И, да, я просто... Я думаю, что это коммунная цепь, что это просто много любви и любви от людей. И я просто как-то удивляюсь. Это интересно, что музыка получена так хорошо здесь. И я просто надеюсь. И завершим наш звездный список рассказом о приезде Александра Литвина. Помимо того, что интервью с ним стало одними из самых просматриваемых на наших страницах в Фейсбуке и Ютубе, его прогноз на грядущий год освежить в памяти не помешает. Предстоящий год достаточно сложный. С моей точки зрения, он отличается тем, что он очень консервативный год. То есть все новое будет восприниматься очень остороженно. И, скорее всего, даже вас не дослушают. А остановят. Не надо ничего менять. Мы находимся, так сказать, на старых позициях. Мы будем смотреть назад, изучать опыт прошлого. Это год археологов. 2017-й подошел к своему логическому завершению. Пологаться ли на прогнозы решать вам? Со своей стороны гарантируем еще больше звезд на утреннем небосводе в 2018-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова